Добрый день. Сегодня гость итогов недели Маргарита Карамян, руководитель общественной организации «Возвращение в ДИЗАК». Добрый день, Маргарита. Здравствуйте. Спасибо, что приняли наше приглашение. Спасибо за приглашение. Маргарита, начнем с того обращения, письма, которое 2 сентября 50 арцахских МПО направили действующему председателю ОБСЕ Яну Боргу. По моим наблюдениям, там было требование, там было недовольство, разочарование, все вместе. Раскройте детали, пожалуйста, этого обращения. Ну, как известно, Азербайджан в последнее время очень интенсивно муссирует мысль о том, что минская группа ОБСЕ должна быть ликвидирована, поскольку они уже решили вопрос Арцаха. И мало того, что они сами намерены обратиться, чтобы группа была ликвидирована, они настаивают, чтобы к этому присоединилась также Армения. Почему мы написали, обратились в ОБСЕ? Потому что, собственно, ОБСЕ была создана в 1992 году, в общем-то, минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году. И она должна была заниматься иском решения проблемы армян Арцаха, которые к тому времени уже провозгласили свою республику и основываясь на своем праве, на самоопределение. И поскольку Азербайджан и советские тогда власти были против этого всего, с разложением Советского Союза Арцах уже к тому времени провозгласил свою независимость, потому что Армения в какой-то степени уже отказалась от Арцаха, вступив в СНГ без Арцаха. И вот, собственно, эта группа на протяжении 30 лет занималась вот именно этими вопросами. И именно минская группа зарегистрировала, что в 1992 году, значит, давайте немножко опять-таки вернемся назад, чтобы было понятно слушателю. В 1992 году после распада Советского Союза бывшие советские республики обратились, ну, ОБСЕ сама была создана уже как отдельная организация, и бывшие советские республики могли вступить в ОБСЕ, но основными требованиями этой организации, тогда назывался ОСВЕ, ну, в общем, это был совет, а потом уже... Переросла в организацию. Переросла, да, в организацию. И, значит, основным условием было, что в эту организацию могут вступить страны, которые придерживаются принципа неприменения силы, отказа от угрозы применения силы, решения всех вопросов мирными, конфликтных вопросов мирными путями и так далее. То есть, по сути, Азербайджан уже это все нарушил, как член организации? Давайте по очереди придем, чтобы было понятно, что он нарушил именно. К тому времени Азербайджан уже совершил геноцид в Сумгаите в 1988 году, в Баку, это были события с 1988 по 1990 год, и уже были изгнаны армяне, опять-таки были подвергнуты геноциду армяне Ганзака, тогда он назывался Кировабад, уже был частично депортирован на армянство Шаумяна и так далее. То есть, за Азербайджаном уже был такой, скажем, огромный хвост преступлений против человечности, и Азербайджан был очень озабочен тем, что ОБСЕ может не принять. И чтобы они могли, Азербайджан мог войти в ОБСЕ, они согласились на обсуждение вопроса, касающегося статуса Арцаха. То есть, они тогда уже признали, что Арцах это спорная территория, на которой армяне, в общем, основываясь на свое право на самоопределение, они провозгласили свою республику, и статус этой республики должен быть определен мирным путем причем. Вот на таких основаниях и Армения, и Азербайджан оказались в ОБСЕ. Но не прошло и двух недель, как уже в конце января 1992 года была создана Минская группа, а в середине февраля 1992 года Азербайджан уже осуществил агрессию против Арцаха. Стали уже бомбить Степанагерд и все остальные районы. Вот наше письмо было приурочено ко второму сентября, то есть ко дню провозглашения Нагорно-Карабахской республики, и как напоминание ОБСЕ о том, что оно обязалось в свое время обсуждать этот вопрос статуса Арцаха. Вот как напоминание о том, что мы помним о том, что эта организация и именно Минская группа была создана именно с этой целью, с целью определения статуса Арцаха и вопросов безопасности населения Арцаха, мы написали это письмо руководителю Яну Боргу, в котором изложили все те пункты, о которых я только что сказала. И самое главное, значит, созданная Минская группа уже в 1992 году должна была созвать конференцию по Нагорному Карабаху, где и именно в ходе этой конференции должен был обсуждаться статус Нагорного Карабаха. И вот Азербайджан опередил, он совершил агрессию, и почему-то Минская группа и вообще в целом ОБСЕ промолчали. В дальнейшем, в ходе всех лет обсуждения этой Нагорно-Карабахской проблемы Азербайджан оставлял за собой право на военное решение вопроса, хотя не имел на это никакого права. И вот молчание и потакание капризом Азербайджана привело к тому, что сегодня мы имеем то, что имеем. В 20-м году Арцах, даже не в 20-м, а в 16-м году Азербайджан совершил еще одну агрессию, в 20-м году оккупировал половину Арцаха, в 23-м году Арцах полностью деарменизирован, и там был совершен геноцид, о котором говорили все международные организации, которые также перечислены в нашем заявлении. В Арцахе был геноцид, и арцахское армянство подверглось этнической чистке. Как вы отметили, Маргарита, это все произошло при молчаливом согласии международного сообщества, в том числе и ОБСЕ. Но вот вы направили требования, вы получили какие-то сигналы, какой-то ответ? Вообще есть ощущение, что на эти вопросы, на данные вопросы возможно начать какие-то дискуссии, возродить как-то эту работу? Вы понимаете, в чем дело. Мы все время ссылаемся на то, что международное сообщество молчит, ничего не говорит, никак не реагирует, но это совершенно не так. В том, что международное сообщество так инертно относится ко всем нашим проблемам, идёт от того, что все армянские власти всех лет независимости Армении, как вам сказать, это были коллаборационистские власти, которые всё время, все 36 лет подчинялись русско-турецкому плану, который направлен на уничтожение армянской государственности. То есть ни Россия, ни Турция никогда не хотели сильной Армении, тем более уж единой Армении вместе с Арцахом. И вот этот план всё время навязывался армянским властям, начиная уже с 88-го года, даже можем сказать, в 91-м году просто уже официально Левонтер Петросян закрепил это, потому что он вошёл в СНГ без Арцаха. Почему в армянах всё время вот такое впечатление, что международное сообщество не реагирует, это, конечно, не так. Во-первых, почему Азербайджан хочет ликвидировать Минскую группу ОБСЕ? Потому что на протяжении 30 лет Минская группа ОБСЕ зарегистрировала все нарушения Азербайджана. То есть это единственная международная организация, имеющая мандат, которая имеет все доказательства агрессивности Азербайджана. Сегодня посмотрите, что делает Азербайджан. Азербайджан стремится представить на международном уровне, что Армения является оккупантом, и даже сравнивает с Ираком, с Саддамом Фусейном, и уже даже претендует на то, что армянскую армию надо поставить под санкции. Вы понимаете, что это? И применить ограничения. Да, то есть это репарации. То есть вы представляете, если сейчас на Армению наложат, скажем, санкции и потребуют репарации в 100 миллиардов долларов, наша страна просто прекратит свое существование. То есть Азербайджан имеет далеко идущие планы по уничтожению армянской государственности. И если мы сегодня допустим, чтобы они могли на международном уровне добиться еще и этого, вместо того, чтобы мы сейчас подвергли Азербайджан санкциям, потому что именно он был агрессором, и он нарушил все международные свои обязательства. Отвечая на требования Алиева о том, что нужно распустить минскую группу, буквально недавно, например, министр Николай Пашинян, отвечая на этот вопрос, сказал, что это возможно только в контексте мира, в контексте мирного переговора. То есть он не исключил возможность, может быть, в далеком будущем. То есть вы считаете, что ни при каких обстоятельствах минскую группу де-юре уничтожать нельзя, потому что там все задокументировано, и вообще ее существование хотя бы де-юре очень важно? Естественно, конечно, ее существование очень важно для нас. Ну, скажем еще и то, что минскую группу создавали не Армения и Азербайджан, а это международная организация, которая создана консенсусом 57 государств. То есть все 57 государств должны согласиться на то, что это организация. Ну, для начала Армения, он предлагает для начала обратиться вдвоем в организацию. Это опять-таки изворотливость Азербайджана. Во-первых, Азербайджан... Я не знаю, почему армянские власти так уверены, что Азербайджан пойдет на заключение мирного договора. Ни Азербайджан, ни Турция, ни Россия не заинтересованы в мире на Кавказе. Это надо всем армянам просто знать, что Азербайджан никогда, никогда, он за 30 лет не пошел на подписание ни одного документа, который привел бы к миру. Азербайджан вообще создан на этом конфликте. То есть государство Азербайджан создано на политике армянофобии. То есть это единственная идеология, которая позволяет, чтобы это государство существовало. То есть как только у нас будет мир между азербайджанцами и армянами, это государство просто рухнет. Потому что у них нет другой идеологии. Они на этом живут, они питаются. Кровью вот этого конфликта. Вы понимаете? То все армяне, я не знаю, почему армянские власти сегодня, скорее всего, под угрозой, конечно. Естественно, под угрозой нового конфликта. Конфликты и армянские власти очень хорошо понимают, что та политика, которая велась в отношении Арцаха сейчас ведется, сейчас уже стали понимать, что уже ведется и в отношении Армении, доказательством чего является вот это вот западный Азербайджан, который провозгласил... Да, тезис об этом западном Азербайджане. Это не что иное, как претензии на территорию Армении. Они всю Армению называют западным Азербайджаном. То есть все 30 лет они вопросом биженцев из Арцаха продвигали свою теорию, что это их земля, и они должны вернуться и, в общем-то, освободить ее, как они тогда говорили. Теперь они то же самое говорят сейчас. И вместо того, чтобы армянская власть сегодня использовала факт 500 тысяч армян, изгнанных из Азербайджана, вот сейчас 150 тысяч изгнанных из Арцаха, хотя почему-то говорят о 120 тысячах, почему-то забывают. На самом деле это 150 тысяч. Это 150 даже с лишним. 151 681 человек с Арцахской регистрацией занесены в государственный регистр Армении. То есть столько жителей конкретно было там из 2020 года, эти люди все были изгнаны. И вот это то, что сейчас Азербайджан стремится создать еще и... Значит, они хотят создать правительство в изгнании западного Азербайджана. Вы понимаете, на что они идут? Ну, это идеально. Идеи все-таки усиливаются относительно недавно, уже вошли в обиход. Нет, эти идеи были на протяжении всех 30 лет. Сейчас они просто снова активизировались. И вот это вот... Потеря Арцаха, во-первых, уже привела к разрушению всей системы безопасности Армении, потому что Арцах был как бы щитом на безопасности Армении. И сейчас, мало того, что эта физическая безопасность оказалась под угрозой, еще и дипломатический Азербайджан делает все, чтобы уничтожить Армению уже, поскольку сейчас они немного ограничены в применении силы, сейчас они все делают на дипломатической стезе, чтобы уничтожить армянскую безопасность, государственность уже вот такими тезисами, как западный Азербайджан и правительство в изгнании западного Азербайджана. Возвращаясь к вопросу возвращения арцахцев на родину своих предков, мы уже понимаем, что этот вопрос не стоит в повестке, в переговорной повестке между Арменией и Азербайджаном, исходя из каких-то страхов, рисков, мы не знаем, возможно, других причин. И тем не менее, параллельно создан комитет по защите прав и репатриации арцахцев по главе с бывшим министром иностранных дел Артаном Усканяном. Есть какой-то уровень координации между МПО Арцаха и данным комитетом? Есть ли вообще уровень какой-то координации, не знаю, с бывшими властями Арцаха? Или это все какие-то такие индивидуальные инициативы? Ну, во-первых, несколько странно, что создан вот этот комитет, поскольку есть законно избранные власти Арцаха, то есть парламент Арцаха в полном составе сейчас находится на территории Армении. Но все дело в том, что опять-таки под угрозой русско-турецко-азербайджанского трио армянская власть почему-то не взаимодействует с парламентом Армении. И очень печально, что уже прошел год, но до сих пор не было ни одной встречи на высшем уровне между руководством Арцаха и руководством Армении. Опять-таки, все это обосновывается тем, что это является угрозой национальной безопасности Армении. На самом деле это не так. И можно сказать даже с полностью наоборот. Именно вопрос Арцаха, вопрос беженцев Арцаха, вопрос их прав, право на возвращение, это одно из прав. Но это право может быть обеспечено... Если вы помните, 23 декабря 23 года арцахские общественные организации и представители избранных властей, даже на местном уровне, то есть это были главы общины и так далее, написали еще одно обращение, в котором представили все пять пунктов, в соответствии с которыми мы можем вернуться. И самое главное, обеспечить все эти пункты может только статус Арцаха. Пока не будет определен статус Арцаха, никакая организация, никакие общественные обращения и так далее. Они могут помочь, чтобы на международном сообществе уровне этот вопрос не закрывался. Хотя, в принципе, международное сообщество не раз объявляло, что вопрос Арцаха не закрыт, вопрос возвращения арцахцев и защиты их прав остается в силе. Именно поэтому мы сейчас делаем такие обращения. Но и опять-таки печально, что это обращение делается не на уровне государственной власти Арцаха, и я уже не говорю Армении. И общественные организации просто вынуждены держать этот вопрос как-то в горячее. То есть этот вопрос должен подниматься властями, в первую очередь, Армении и Арцаха? Обязательно, потому что одно дело, когда общественность говорит об этом, и другое дело, когда все эти вопросы поднимаются на государственном уровне. Мы понимаем, что мы все это обсуждаем очень гипотетически. В принципе, это пока что на данном этапе не представляется реальным. Но возвращение в Арцах при каких гарантиях, при гарантиях каких сторон, каких акторов? Вам видится эта перспектива? Я опять-таки говорю, возвращение в Арцах возможно только в том случае, если наше право на самоопределение будет признано. Потому что именно это право на самоопределение даст нам возможность, чтобы там не было азербайджанских войск, азербайджанской милиции, чтобы армяне могли изучать свой язык в своей родной школе, чтобы армяне могли служить в своей армии, а не в азербайджанской армии, которая просто кишит армянофобией. Понимаете? То есть без определения статуса Арцаха. Но если бы это было возможно, Арцахцы бы оттуда не выехали. Арцахцы выехали, массово выехали оттуда только потому, что они не согласны оставаться под юрисдикцией Азербайджана. Сегодня в тюрьмах Баку содержится более двух десятков военнопленных, в том числе военно-политические лидеры Арцаха, военнопленные, представители гражданского населения и так далее. Есть ли какие-то инициативы на уровне общественных организаций Арцаха в данном направлении? Ну, вы, наверное, знаете, что несколько раз были акции в защиту людей, которые оказались в плену у Азербайджана. Конечно, акции проводились родственниками и родными задержанных и оказавшихся в плену. Но, опять-таки, я говорю, все это должно делаться на государственном уровне. Общественность имеет очень мало возможностей и очень мало влияния на международной арене. Правда, на международной арене очень внимательно рассматривают и прислушиваются к голосу общественности. Но, чтобы достичь чего-то, обязательно надо, чтобы все эти обращения были на государственном уровне. Ну, почему-то власти Армении, ну, скорее всего, это, конечно, угрозы. Или мы не хотим, конечно, думать, что это какой-то сговор с русско-турецко-азербайджанским трио. Но, тем не менее, сегодня армянская власть очень сильно подчиняется всем требованиям этого трио. А эти требования, выполнение этих требований мы уже видим, к чему привело. В 1921 году Азербайджан занял позиции в Армении, потом была война в Дермуке, там опять заняли эти очень удобные позиции. То есть Азербайджан делает всё, чтобы подчинить себе Армению и чтобы Армения выполняла все его требования. А выполнение требований Азербайджана означает ликвидацию армянской государственности. Я уже не говорю о суверенитете, но это уже угроза самой государственности. То есть мы можем просто стать прокси этого трио, этого преступного террористического трио. Ну и последний вопрос, последняя тема нашего обсуждения касается годовщины. 19 сентября мы будем отмечать годовщину нападения Азербайджана, агрессивного нападения на Арцах, на исход всего армянского населения. Это был тяжелейший год, конечно же, для всех. Периодически публикуются цифры тех арцахцев, которые выезжают и не возвращаются в Армению. По-вашему, каковы те факторы, которые способствуют такому решению? Это опять-таки нерациональное и негосударственное мышление армянской власти. То есть может быть сегодня армянской власти выгодно, чем больше арцахцев отсюда уедут, тем меньше у них будет проблем как финансовых, так и в принципе политических. Потому что почему-то армянская власть решила, скорее всего, это опять-таки под русско-турецко-азербайджанскую диктовку, армянская власть считает, что мы являемся угрозой безопасности Армении. Но не использовать потенциал арцахцев, не использовать потенциал тех мужчин, которые прошли через 3-4 войны и имеют большой опыт борьбы с азербайджанскими террористами, и вообще не использовать факторов беженства. То есть Армения вообще это, наверное, уникальная страна, на территории которой в течение 30 лет периодически появлялись беженцы. Но почему-то армянские власти всех времен никогда не использовали потенциал вот именно этого факта, что Азербайджан является террористической российской страной, которая периодически изгоняла армян, потому что это является его государственной политикой. То есть армянофобия в Азербайджане ведется именно на государственном уровне. И вот это вот можно, не то что можно, а именно это нужно использовать против Азербайджана, чтобы усмирить эту страну наконец. А вот это вот молчание и потакание со стороны России, со стороны международного сообщества и со стороны армянской власти в частности. То есть если другим как-то прощается, то армянская власть вообще не должна на это идти, потому что она должна осознавать, что это является... Вот именно это, закрывание глаза на все эти факты и потакание Азербайджана, Турции и России приведет к уничтожению армянской государственности. И сегодня, если мы боремся за свои права, это мы боремся и за то, чтобы хотя бы удержать Армению. Если уж Арцах не смогли удержать, то хотя бы Армению, чтобы удержать, потому что та же политика, которая велась в отношении Арцах, сегодня ведется в отношении Армении. Спасибо. Спасибо вам. Напомню, в студии Civilnet была Маргарита Карамян. Продолжение следует...